Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Дочка учится в школе, краскласс распался на спецкласс и простой. Дочь осталась простой. Стало краще учиться. В классе всего три ударника, в том числе дочь и остальные троечники. Началось правило со стороны одноклассников, обзывание на смешки в насильственной форме требований, чтобы дала списать, иначе обзовут и доведут. Что это зависть и как бороться. Ну, давайте мы с вами для начала постараемся разобраться, кто будет бороться, с кем и против кого. Как это должно работать? Это первое. Второе. Как дочь сама на это реагирует? Сколько дочери лет и в каком дочь учится в классе? Об этом, об этом вы не написали. Но вообще говоря, это очень-очень важно, потому что в зависимости от возраста, вашей дочери можно давать самые различные, я бы сказал, рекомендации. Так, все-таки, сколько дочери лет? В каком она учится в классе? И так далее. Это важно? Очень-очень. Это очень важный момент. как важно и то, на мой взгляд, как ваша дочь реагирует на происходящее с ней. Ну, то есть, буквально. Как она относится к тому, что происходит? Почему, например, не дает списать? Нет, я совершенно не выступаю за то, чтобы ваша дочь давала списать. Совершенно. 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 За это я не выступаю, но просто хочется, в данном случае, для того, чтобы разобраться в ситуации, хочется, конечно, немножечко понять всю картинку далеко. Сейчас у нас такой возможности, как вы понимаете, нет. Потому что информацию вы не предоставили. Само собой, в первую очередь, очень важно то, как реагируете на эту ситуацию вы. Какими чувствами вы встречаете то, что происходит с вашей дочерью. Как вы к этому относитесь? Потому что ваша дочь во многом, во многом, но не во всем, будет реагировать так, как реагируете вы. И если вы реагируете позитивно, насколько это возможно в этой ситуации, то и дочь, скорее всего, тоже будет реагировать позитивно. А если вы реагируете негативно, насколько это возможно в этом случае, то и дождь, скорее всего, тоже будет реагировать достаточно негативно. Научился угол. Поэтому давайте все-таки постараемся определить, как же вы к этому относитесь. После того как вы выявите то, как вы к этому относитесь, само собой, дальше нужно будет это отношение как-то выразить. Выразить его дочери, но не только. Нужно будет выразить его, ну, я бы, по крайней мере, так сказал, что нужно выразить его школе и тем, кто, условно говоря, там работает. Потому что это также влияет на то, что происходит с вами. Понимаете, да? С вами, с вашей дочерью. Ну, очень, очень это важный момент. Дальше желательно. Дальше желательно. Именно что желательно. 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 Пообщаться. с этими детьми, которые присутствуют вашего ребенка. Разобраться с ними. И донести до них свою точку зрения. Только сначала нужно спросить себя о том, а готовы ли вы к тому, какие у этого будут последствия. Дело в том, что последствия для вашей, например, дочки могут быть не самые лучшие. Учение этого слова в прямом смысле. В прямом смысле этого слова вы можете сделать буквально и еще хуже. Конечно, не факт, что обязательно сделаете, но сделать можете. Поэтому здесь, на мой взгляд, очень важно поступить так, как подсказывают вам ваши ценности, не из обиды или желания мест, а именно так, как подсказывают вам ваши ценности, то есть поступить так, как вы считаете важным и правильным в этой ситуации. Именно так, важным и правильным, но важным и правильным для себя. Понимаете? Важным и правильным для вас, а для других людей, вполне возможно, это будет совсем не так. Для других людей то, как вы поступите, может быть неправильно. А что если ваша дочь, например, с вами будет не согласна? Что если ваша дочь посчитает, что так поступать вы не должны? Как будете действовать вы тогда? Да. В этом случае. В этом случае. Вот тоже довольно интересная, на мой взгляд, скажем так, дилемма. Вот. Задам еще один вопрос, который может показаться вам, в какой-то степени, даже глупым, но тем не менее, несмотря на это, достаточно серьезный, а вот то, что вы хотите сделать, вы делаете это для себя или вы делаете это для дочери. Подобратите, пожалуйста, внимание также и на этот аспект. Это довольно, как мне думается, серьезное одно дело, если вы это делаете для дочери, и другое дело, если вы делаете это для себя. Ведь по большому счету, по большому счету, ваша дочь попала в не такую уж и странную и аномальную ситуацию. Да, ситуация, безусловно, неприятная. Это правда, но сама по себе, сама по себе эта ситуация чистая. Она чистая. В школах такое происходит. Поэтому важно, чтобы ваш ребенок, на мой взгляд, по крайней мере, получил из этой ситуации необходимый опыт. Естественно, без травм. Поэтому, если вмешиваться, то вмешиваться нужно аккуратно, чтобы не помешать ребенку в его уже собственных коммуникативных путях. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я желаю вам всего всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. За помощью. И дочку, вероятно, тоже. Постарайтесь. Постарайтесь. Если, конечно, это возможно, к детскому психологу обратить. Уверен, что ей будет это полезно. Обращайтесь. Обращайтесь. Продолжение следует. Подождать печка.